Сегодня на сессии КЗС депутатам предложили изменить финансирование по уходу за беспризорными животными. Это значит, что на их стерилизацию местным бюджетом будут выделять средства из краевого. Напомним, с декабря 2018 муниципалитеты должны также лечить животных, у которых нет владельцев. Насколько это поможет решить проблему собак и кошек, которые остались без хозяев? Об этом мы не только. Поговорим сегодня с Софьей Куликовой, руководителем приюта для животных «Ласка». Здравствуй, Соня. Рада тебя видеть. А какие сейчас средства и вообще средства выделяются какие-то на стерилизацию и лечение животных? С июля 2016 года наш приют работает по отлову и содержанию безнадзорных животных по городу Барнаула. И с того периода, по настоящий момент, к сожалению, оплата стерилизации и лечения не предполагается и не заложена в стоимости этого контракта. Оплачивается только сам отлов, процедура отлова, включая работу ловца и транспортные расходы 390 рублей. И оплачивается 10 дней содержания необходимых карантинных, это 161 рубль день содержания. Сюда входит кормление, уборка, необходимы вот эти процедуры. У нас в контракте в настоящий момент прописан пункт стерилизации, то есть все понимают его необходимость, но при этом у нас указана такая строчка, что стерилизация осуществляется за счет подрядчика. То есть за счет наших средств, за счет средств, которые нам удается привлечь от спонсоров, от жителей города. Поэтому, конечно, не хватает денег, я так понимаю. А скажи, пожалуйста, а лечите вы животных тоже получается на данный момент исключительно за свой счет, ну точнее там, если кто-то поможет, да, за счет спонсоров и волонтеров. Да, причем это обходится недешево, то есть если мы берем стоимость стерилизации, то мы в настоящий момент в приюте стерилизуем всех, и кошек, и собак. Вот сколько у вас сейчас всего животных находится? У нас находится где-то 600 собак и около 150 кошек, и все они стерилизованы, да, все они проходят процедуру стерилизации. Вот, и врачи тут идут нам на уступки, делают скидки, но вот в среднем у нас кошечка обходится где-то 1100, а собачка где-то 2500 рублей в среднем. Ну, то есть понятно, что стоимость, она может быть разная в зависимости от размера, то есть помельче животное подешевле обходится, потому что там расход наркоза и шовного материала меньше, а покрупнее подороже, ну вот в среднем где-то 2,5, и это стоимость с очень большой скидкой, то есть если мы возьмем просто среднерыночную стоимость, ну вот сколько у нас клиников стоит, то ее можно смело на 2 умножать, ну то есть она значительно выше, например, просто для жителей. А можно ли как-то, ну я понимаю, что вы договариваетесь с клиниками, а можно ли как-то другим путем еще снизить стоимость стерилизации, раз она настолько высокая, вы уже наверняка об этом думали, да, обсуждали где-то? Ну да, мы думаем, обсуждаем, в том числе предпринимаем какие-то меры, то есть мы на перспективу, конечно, хотели бы, чтобы у нас при приюте был кабинет ветеринарный и, соответственно, наш, скажем так, штатный врач проводил эти процедуры прям там на месте, ну это у нас такая будущая перспектива, да, в настоящий момент нет такой возможности. Но в том числе вот буквально на днях на заседании у главы города поднимался тоже этот вопрос, потому что заложенная сумма, там заложено около тысячи рублей оплата вот по контракту на будущее, то, что краевые власти готовы предоставить, вот она, конечно, ну настоящие расходы не компенсирует полностью, да, не закроет, раз вот мы платим две с половиной, там заложено тысячи. Но в том числе ветеринарная муниципальная клиника сказала, что они постараются какие-то возможности изыскать и, может быть, по какой-то опять же льготной цене, да, упрощая процедуру стерилизации, потому что там чисто, ну как бы технически есть разные методы стерилизации, они постараются как-то максимально снизить эту стоимость, чтобы уложиться вот в ту сумму, которую готов муниципалитет оплачивать. А на лечение, на лечение же тоже деньги будут выделяться? Это отдельная строка? Да, это отдельная строка, там, видимо, предполагаются какие-то первичные ветеринарные процедуры, потому что они необходимы, они сейчас делаются, опять же, делаются за наш счёт, потому что отловив животное с улицы, мы должны его обработать от всех видов паразитов, то есть мы должны его там от блох, от крещей, от внутренних каких-то гельментов, да, и так далее. И это всё, естественно, упирается в стоимость самих препаратов и, ну, как бы, стоимость этой процедуры. Вот, помимо этого, необходима обязательно вакцинация животного. И тут стоит отметить, что ветеринарная клиника муниципальная бесплатно вакцинирует от бешенства, причём бесплатно вакцинирует и вот наших, скажем так, животных, да, попавших в приют, а также и у каждого жителя города есть возможность бесплатно прийти на Шевченко и вакцинировать от бешенства своего питомца. Вот, но другие прививки от других заболеваний инфекционных, такие как энтерит, чума и так далее, они, естественно, только платно делаются, и тут надо покупать вакцину и ставить платную прививку. И это уже её стоимость довольно высокая. То есть у нас там... Я поняла, что какая-то поддержка будет, но в любом случае своих денег вы должны вкладывать ещё достаточно, и хотелось бы побольше. Сонь, вот в последнее время немножко другая тема. В социальных сетях появляется информация об агрессивных собачьих стаях, которые кидаются на людей. Вот в чём, по-твоему, причина и каким образом можно эту проблему решить? Может быть, я не знаю, расширить ваш приют? Ну, тут, знаете, вопрос с расширением вряд ли решит эту причину, потому что мы всегда должны понимать, что необходимо бороться действительно с причиной, а не с последствием. Вообще, каждую весну жители сталкиваются с этой проблемой. Именно весной? Да, весной в основном. Тем более, вот сейчас у нас такая ранняя весна получилась, ну, как бы, конец февраля, уже такие погодные условия, что механизм, организм собаки, он такой адаптировался, уже у них весна. И все вот эти стаи в большинстве своём, они вызваны источником, то есть, так называемой собачьей свадьбой. То есть, какая-то собачка гуляется и сбегаются со всей округи женихи к ней, ну, скажем так, женихи. Зачастую это хозяйские животные, просто отпущенные на самовыгул, потому что чаще всего, если посмотреть по истории этих заявок, то они идут из частного сектора. У нас ловец выезжает, по факту большинство животных в ошейниках, большинство животных, ну, как бы, даже сами жители знают, ой, да это Машины, да это Петин и так далее. Вот, как с этим бороться необходимо? В настоящий момент мы, естественно, стараемся отловить источник, ну, то есть, ту самую невесту, которая привела эту свадьбу, да, и когда её отлавливаешь, получается так, что, естественно, все они, эти товарищи остальные расходятся по домам. На перспективу, как можно решать, то есть, вот, как мы уже сказали, надо решать причину, то есть, всё-таки, как бездомные все животные должны быть стерилизованы, так и вот эти хозяйские животные, их надо стерилизовать, и хозяева, согласно новому закону, обязаны это делать. То есть, вот новый закон об ответственном обращении с животными, он обязует для того, чтобы не допускать вот это нежелаемое потомство. Мы часто, выезжая в частный сектор, сталкиваемся с тем, что, ой, да я отпустил эту собаку, чтобы мне, там, кобели огород не вытаптывали. Ну, так ты её стерилизуешь, всё, потому что ты создаёшь опасности для соседей, для своих, и вообще безответственно, а потом ещё щенки родятся, не понять, куда их денут, да, то есть, зачастую в коробочке вынесут, на соседнюю улицу поставят, и вот вам и пополнение стаи бездомных. Поэтому тут надо с населением работать, с населением. Ясно. А, опять же, о средствах и проблемах, я так понимаю, их достаточно. Недавно в СМИ была информация о том, что на кошек корма не хватает. Так ли это удалось ли решить проблему? Ну, в настоящий момент у нас закуплена следующая партия корма, ну, как бы в долг, да, мы собираем как раз средства на компенсацию этого долга. Стоит отметить, что мы, конечно, не допускаем того, чтобы у нас сидели голодали животные, но вот зачастую приходится влезать в долги. Но люди помогают, откликнулись. Конечно, помогают. У нас вот такая ситуация, что если собак мы кормим в основном варёной едой, то есть мы варим, у нас такие котлы автоклавы, мы варим там кашу с мясом, то кошки у нас сидят на сухом корме, ну, как бы по назначению ветврача, прежде всего, чтобы не менять рацион, избежать осложнений. Поэтому нам приходится закупать с базой, мы со скидкой закупаем. И, конечно, мы, ну, как бы тут рассчитываем на жителей города, что нам будет какая-то помощь. Если привезут, всегда возьмёте. Да, вот либо кормами, либо вот компенсация этого долга для того, чтобы, естественно, все были сытые и здоровые. Ну и в завершении нашего интервью немножко о приятном. Совсем скоро 1 марта, буквально завтра, и это День кошек у нас. Я знаю, что вы конкурс какой-то придумали. Расскажи немножечко коротко о нём. У нас фото-выставка будет. Эта фото-выставка называется «Без кота и жизнь не та». И у нас наши друзья-фотографы подготовили очень интересные снимки пожилых людей в обнимку с их кошками. Они очень тёплые, очень такие, ну, не знаю, несущие какое-то тепло, добро и отображающие вот фразу, то, что действительно человек, у которого есть кошка, не может быть одиноким. И то, что кошка – это как бы такая душа дома. Поэтому мы всех жителей приглашаем. Открытие будет в 5 часов в торговом центре «Пионер» на 4 этаже. И у нас там будут конкурсы подготовлены для ребятишек и просто для пришедших, посвящённые как раз тематике кошек. Поэтому я надеюсь, что все желающие придут. И в том числе дома владельцы кошек, а, как известно, у нас самое популярное домашнее животное в России – это кошка. И в Барнауле тоже. Дома порадуют. И праздник 1 марта отметят, не знаю, угостив каким-нибудь вкусным лакомством своего котика. Поняла. С наступающим праздником. Отсюда, Соня, тоже. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Софьей Куликовой, руководителем приюта для животных «Ласка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова